Сегодня у нас будет очень интересное интервью, поэтому если вы поклонники Кобзона или Агутина, то тогда либо закройте вкладочку там где-нибудь вверху, либо просто идите нахуй с этого видео, потому что сегодня у нас будет трешак. Ну, постараемся, конечно. Итак, представляю, у нас в гостях сегодня Заза на полу. Не выучила, не выучила. Заза Наполи, артист травести-шоу. Заза, здравствуйте. Здравствуйте. Нихуя себе сказала я себе. Ну, необычненько началось с нашей интервью. Даже вы, как журналистка, должны были выучить мое имя на полу. Наполи. Мне просто папик сказал, иди. Я и пришла. Вот ноутбук для этого купила себе специальный, поэтому читать буду, вопросы не подготовила. Ну, хорошо, ничего страшного. Хорошо. Ну что же, все ли понимают, что Заза Наполи – это образ. Вот Заза сурово настроена, потому что люди тупые. Ой, вы знаете, с этим, конечно, всегда проблема. Проблема в том, что люди не могут понять, что есть артист, который создает этот образ, есть сам непосредственно образ. Люди, вот им хочется… Они до сих пор думают, что мистер Мускул существует, и он приходит в наши дома и моет, и стирает, и убирает, и пидорит полы. А тут негр из рекламы тоже не существует? Это мультяшный образ. Так же и Заза Наполи. Не тупая, не тупая. А так же и Заза Наполи, вот в магазине ее не встречешь. На рынке стоящей за… Канино или… Канино? Это прям для Казахстана, я понимаю. А какая она Заза Наполи? Собирательный же образ, мне кажется. Ой, вы знаете, Заза Наполи, конечно, собирательный образ, но это всегда ты подстраиваешься под любую ситуацию, под ведущую, под виновника торжества, если выступаемый на каком-то мероприятии. Если это вдруг какое-то официальное мероприятие, где нельзя от слова «хуй» в обморок все падают, то стараешься как-то сдерживать и в голове фильтровать, ставить фильтры. Такое тоже бывает. Ну, слово не робей, скажешь, а потом тебя вырежут из первого канала. Вообще вырежут, и что делать? Не дай боже, не дай боже. Серпов бояется, мадам, дальше как жить? Нет. Поэтому ты стараешься ограничивать себя, контролировать. Иногда можно отпустить себя на полную катушку, выйти, сказать что. Ну, что, ептить, собрались? Там больше, конечно, нравится. Ну, вот мне кажется, Заза это такой собирательный образ, такой типичной русской женщины, лет сорока, которая многого добилась, но, к сожалению, в любви ей не повезло. Так в этом вся и соль. А если бы Заза Наполь была, знаете, как сказать, удовлетворенкой и прям в рот берушкой в жопу попрошайкой, и все у нее в сексе хорошо, то смысл выходить каждый раз на сцену, видеть в зале объект мужского пола и доябываться до него, как в последний раз. Поэтому всегда у нее все здесь заразили. Иногда Заза Наполь может выйти на сцену и говорить, ребят, я как википедия венерических заболеваний знаю о жизни все, потому что много раз не везло. И женщины жалеют, мужики заводятся, им же все нравится, знаешь, что это легко доступно, но не все так легко, как казалось бы в жизни. И поэтому собирательный образ, он действительно собирательный. Где-то можно сканировать. Что вы? Ой, то я такой даже не знаю. Придешь и это самое, пернула в метро. Люди углядывали, что такого? Шептуна пустила, глаза разъела. А где-то прям светская львица. Как я? Да, как ты? Ты вообще у меня сегодня... Друзья мои, ну мне прям сегодня одно удовольствие, роскошь, идеал, настоящая женщина. У тебя звездок бы побольше, как говорит Сергей Зверев. Мне просто еще не... Губы маловато, еще не насосала на губы. Ну я просто бабушка будет смотреть, поэтому я как бы приличная сейчас. Тогда для бабушки у нас все хорошо. Все хорошо, бабуль. А вот такой, да, вопросик у меня. Просто я сейчас немножко нервничаю, комплексую. То, что я не такая красивая и выдающаяся, как вы, наверное, заметили. Поэтому мне есть над чем работать. Но камушки на ресничке-то напиздюрила. 300 тенге, барахолка как бы... Ой. Что ты? Простите, все дорого. Мада и чайна? Мада и чайна? Да, да. В общем, ладно, вернемся к нашей беседе. Может быть, в молодости были какие-то ситуации, которые поспособствовали тому, что Заза все-таки проявила себя? Это же все же понарастающее. Все понарастающее. Нет, нет, ничего такого подобного не было. Все понарастающее. Сначала ты боишься подмигнуть, потом боишься улыбнуться. И когда ты позволяешь себе чуть-чуть большего, и это все воспринимается не то, что, как ты могла, так девочки красивые не поступают, а это все, блядь, это охуительно, ты молодец, то тебе хочется большего. И потом ты доходишь до какой-то черты, переступаешь ее, получаешь свой адрес осуждения и думаешь, чуть-чуть переборщила. Здесь нужно было дать тишины, взять быка за рога и вот уж так не вываливать нарочито свое... свое одиночество. Нет, только не про одиночество сейчас мы будем говорить, мы же счастливые, успешные женщины. Камера? Что? Тамада на ваш корпоратив. Айсулус, сулус, сулус, айсулус, блядь, Сулушаш Айсулуевна. Свадьбы, дни рождения, поминки, похороны, разводы. Незабываемая Тамада Сулушаш Айсулуевна потушит огонь вашей любви. Субтитры делал DimaTorzok А вот бывает такое, мы же все понимаем, хотя нет, вы, ребят, не понимаете, я специально для вас объясняю, тупенький Майк. Вы понимаете, что Заза Наполея, это здесь Заза Наполея, потом это просто Владимир Казанцев, это потрясающий актер. Сейчас моя натура рвется наружу, но вот все-таки бывали в жизни у Владимира Казанцева такие ситуации, когда сидит вроде Владимир Казанцев, но раз и Заза выходит. Нет, это всегда происходит. Когда Владимир Казанцев приходит к своим друзьям в гости, с одной стороны они все ждут Владимир Казанцева, но им бы хотелось, чтобы за столом сидела Заза Наполея, потому что Владимир Казанцев будет сидеть, жрать, пить, обливать, курить. Так Заза Наполея это же то же самое, только с... Более утончен. С образованием? Да, обливануло, но куда-то вот так, да. Кулев. И они все хотят праздника. И я думаю, всегда буду сидеть в сторонке, и похуй мороз, пусть они сами веселятся. Я сегодня пришел отдыхать, а потом... Выпили, закусили, и это ж пидораска вылазит наружу, ты понимаешь? Думаю, и тут же включаются какие-то вот эти вот штучки-дрючки, и тут же пошли словечки, и все, и куда ее денешь с подводной лодки? Альтер-эка все-таки. Да, нет, с другой стороны, с другой стороны, оно помогает тебе вот это вот чувство и желание не быть впереди, не быть на виду, а может быть, как знаешь, я иногда люблю говорить, умение удержать внимание зрителя. То есть, если вдруг в компании появляется какая-то другая звезда, которая интересно рассказывает, слагает какие-то басни, пиздит по ушам, льет так, что... Я думаю, нихуя себе струя, а я что, здесь насрано, что ли? Меня сейчас... Да, я тут же. Опачки. Выключаем Владимира Казанцева на заднюю планку, на полку. Пусть волосиков нет. Распустили волосики, и как захихикали. Не потому что зависть какая-то, это просто какое-то актерское соревнование. И не потому что хочется все время быть клоуном и всех веселить. Это может в крови уже, не знаю. Так легче. Нет, ты же понимаешь, мы же не за жрачку веселим-то и работаем. Нам же не наливают ни за то, что ты повеселил, тебе налили стакан. Просто... Ну, так само так случается. Даже не знаю, как это контролировать потом. Не потому что раздвоение личности, а просто, может, хочется праздника. Или от тебя ждут праздника. И проще его дать, чем... Ну, пожалуйста, ну расскажи анекдот, ну сделай праздник. Я знаю, что это будет потом, чуть попозже. Зажгли фитильки, взорвали бомбу и понеслась душа по кочкам. Ну, вот мы тут как бы подошли к следующему вопросику, который я подготовила. А ЗАЗа существует, наверное, потому что большие деньги приносит Владимиру Казанцеву. Вы знаете, у всего, допустим, у молока и у хлеба, вы хлеб можете купить. Вот у вас как варьируется цена хлеба? Вот за сколько тенге в Казахстане? Мочную не ем, как бы не ем. Ну, жопу-то отожрала. Я же видел. Такой операции. Какой операции? Липосакции. У нас, допустим, есть хлеб в Москве за 50 рублей, а есть за 3000 рублей. То есть есть за доллар хлеб, и есть за 50 долларов. И это все хлеб. И есть разная прослойка людей, которые этот хлеб покупают. Обычные люди, такие как я, покупают хлеб за доллар. Да ладно. Ну, я хлеб тоже как-то не ем, хотя жопа тоже большая. Не, ну правда, ну что у вас во всем, во всех городах, в дорогих супермаркетах одна цена на хлеб? Неужели нет дорогого хлеба? Есть дорогой супермаркет, но я еще как бы не доросла до него, поэтому не заходила. Ничего, насосешь на булочку, сходишь на экскурсию, же могла просто сходить. Что-то как лоховское чудовище. Не стеснялась. Не надо стесняться. Сельфо, сельфо во мне сама себя. Почему? Стрелку сделала подлиннее, свисток накрасила красный, и заходишь, как будто у тебя, да, ухуя денег. Прошлась, посмотрела, говоришь, ой, все не свежее. Берете лухари советик. Я к вам завтра зайду, пофоткалась, пофоткалась, в инстаграмку выложила и съебалась. Вот так же из Азанаполя. Она как хлеб. Хочешь похудеть? Хочешь стать чувственным, спокойным, начать вести размеренный образ жизни? Хочешь изменить свой цвет кожи? Тогда просто заболей раком. Эффективно, надежно, безопасно, дешево. Вы знаете, что после кризиса, что спасло шоу-бизнес, это гибкая система скидок. Это ввели такие артисты, как Николай Басков, Валерий Леонтьев, те, которые готовы прогибаться под заказчика. То есть приходит такая тёлка, как вы, и говорит, ой, у моего папика день рождения, и я бы хотела, чтобы вы пели. И Коля Басков говорит, а с кем мы будем петь? Ой, я хочу, чтобы ещё была Мадонна, и хочу, чтобы была Бритни Спирс. Но это не важно, самое главное, чтобы вы были. Наверное, Коля умный и талантливый человек, он понимает, что если будет петь Мадонна и Бритни Спирс, то Коля меньше, чем лодка Абрамовича, не будет стоить. А когда приходит бабушка и говорит, знаете, Колечка, я сняла пенсию, у моей внучки день рождения, она вас обожает, любит. Вы не могли бы, мы справляем в Хачапурной, вот в Халяльной, вот здесь на МКАДе, одну песенку приедет, Коля приедет, споёт, может быть даже за бесплатно, но для бабушки это будет стоить не как яхта Абрамовича, я образно говорю. Поэтому всегда у тебя есть вот такая вот плавающая цена, конкретно сколько, нет, если, конечно, орала она, вагинала, это совсем другая цена. А если песни петь земля, валяться с мужиками, обниматься, это всегда у нас разный ценник в зависимости от кошелька. Подходим к достаточно такой интересной теме, про Казахстан, у нас есть такое слово УЯД. Заза, знаешь, что такое УЯД? Не знает? УЯД похоже на ХУЯД. Я сама, ну почти, я сама не знаю, что такое УЯД, но просто когда я прохожу, все кричат УЯД, УЯД. Красавица. Да, что-то красивое. Но на самом деле УЯД это когда пошло, некрасиво, фу-фу-фу, закрыть, прикрыть. У нас даже была скульптура, у скульптуры чуть меньше ваших образований было. И человек накрыл полотенчиком эту скульптуру и сказал, что это УЯД. Вот с этим УЯДом вас часто заказывают в Казахстане? Вы знаете, у меня очень много друзей, я прекрасно знаю казахский менталитет, как здесь все устроено. Очень часто заказывают. И вы знаете, я не назову сейчас ни одной фамилией, ни одного имени, но казахи очень современные люди, которые чтят, уважают свои традиции, свои корни, свои обычаи. Это знаете, как у мусульман. Солнце взошло, село, допустим, они приезжают в Москву, здесь нет родственников, мы можем гулять, пить, кружить, вот так, как хотим. Но здесь, дома, это все по законам этой страны, этого города. Я считаю, что это правильно. Где родился, там изгодился. А главное, не перешагивать ту черту, которую тебе дозволяют. Где-то там, в другом месте, знаете, как арабские шейхи. Они на своей территории, прям вот законопослушные, живут по законам страны и все. Но когда они выезжают в Европу, пожалуйста, тут тебе и проститутки, и ночные клубы, и кокаин, и трава вместо кальяна. Но как только они возвращаются в страну, тут же все меняется. Я хочу сказать то же самое про казахов. Ну, я уже сказал, что казахи очень современные люди. Мир меняется. Меняются люди. Меняются традиции. Я привержен к тому, чтобы свадьба, допустим, в России была с караваем, чтобы били посуду, кусали пирог. Кто-то говорит, это вчерашний день, это, блядь, кому это нахуй нужно? Я говорю, ребят, нельзя забывать и втаптывать грязь то, с чего начиналась наша история. Если вот так все по пизде пустить, мы можем деградировать за 5-10 лет. Нельзя. Мы можем материться, превращаться в животное, когда нажираемся. Но нужно помнить, чтить и уважать свои корни. Поэтому казахи, которые приезжают в Москву и забывают, что они казахи, и возвращаются, и вспоминают, я считаю, это правильно. Человек должен где-то давать возможность выйти своей энергией, почудить и сделать то, что нельзя дома. Может быть, это впервые было. Она приехала или он приехал, ушел в отрыв. И сказал, вообще не мое. Дома лучше. Вот с этими устоями. Когда звонишь маме, отчитываешься. Когда оправдываешься перед папой. Когда чтишь старших. Тебе-то что ты ему рукой машешь, пизда, вонючка, кривосадочка. Ты вообще не знаешь, что твои родители, ты дедомовская. Бабушка ее будет смотреть. Бабушка. Ты такая пиздунья, бабушка. То я тебя не видела, блядь. Поэтому я совершенно не против тех казахов. Иногда каждый мой приезд, я даже не могу об этом написать у себя на сайте, и где-то прорекламировать. Точнее говоря, вы можете приехать. Это всегда закрытое мероприятие. Как-то люди стесняются. И очень мало казахов, поистине не обрусевших казахов, которые русские, живут в Казахстане, а казахи веселые, понимающие, часто выезжающие в Европу, живущие в ногу со временем и чтящие, чтут обычаи и приличия этой страны. Я считаю, это достойно уважения, потому что так и нужно жить. Ну, то есть все-таки есть, да? Есть, миленькая моя. Если тебя не приглашают, они знали, что меня не приглашают. Всех приглашают, кроме тебя. Выбила ты поприличнее, тебя приглашали. Я дорасту, дорасту. Но все-таки, то есть они выходят на улицы в обществе, говорят, да это уяд, это стыд и срам. А потом говорят, Заза, на приватную вечериночку? Да, да, да. Что я и хотела доказать, ребятули. Да не надо никому доказывать, я сразу вас предупредил, я не буду, я не хочу с никого осквернить, очернить. Просто, ребят, это есть. Светская беседа просто. Про это есть. Перерывная реклама у нас будет. Подождите, когда видишь по телевизору, говорят, господи, это она, у нее сиски сделаны, губы не свои, фу, позор. Ну, потом к этим же людям я приеду на вечеринку, мы будем вместе пить, гулять, кружиться, жрать шашлык, плов руками, бросаться, кидаться, охуевать от жизни. Ну, я это, вот вы, ты осуждаешь таких людей? Нет, никого не осуждаю. Ну, правда. Нет, никого не. Что такая шлюха лицемерная, блядь? Скажи, ты осуждаешь таких людей или нет? Нет, сказали бы. Я не осуждаю, потому что у таких людей есть родные, близкие, которые могут их осудить. Ну, я считаю, что, ну, это правильно. Ты жалеешь не себя, ты жалеешь свое окружение. И все-таки здесь, ты же не один в этой стране живешь. Одна, одна. Ну, не одна. Ну, что, у нас будет перерыв на рекламную паузу, где мы будем рекламировать вагинальные свечи. А, да, если вам что-то не понравилось, нахуй с пляжа, просто отключитесь и больше не включайте после рекламы. А кому интересно, смотрите нахуй дальше. Заебали, блядь. Давай, выключай, включай рекламу. Ставки на спорт. 1xbet. Большие выигрыши. 1xbet. Быстрые выплаты. 1xbet. Надежный букмекер. 1xbet. Бам-бам-бам-бам-бам. 1xbet. Букмекерская компания. Айсулу, Айсулуевна. КОНЕЦано. ́